Всем привет, дорогие друзья, это Ерзенов Матвей. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включить колокольчики, чтобы не пропускать еще много новых интересных видео на моем канале. Но я уже не буду тянуть, и давайте начинать. В этом видео я сыграю с двумя новенькими сезонными стилями, и не один раз, а несколько. Что ж, сбора наград, извините, не будет, я его снял, но по техническим причинам мне его выложить не удалось, извините, ждите в следующем сезоне. А вот со стилями я, естественно, вот сыграю именно вот из-за этого. Это как бы компенсация за вот это вот, что у меня видео не выложилось. Так, ну 400 синих неплохо. Сначала я сыграю в трофейном шаре луга, а потом уже на вот обычных уровнях. Где у нас тут? Вот. Ну и синенькие, я всегда выбираю в основном синенькие. Так, оу, ну уровень, кстати, классный с ракетницей. Эксклюзивненькие это у нас, ой, в смысле сезонненькие стили, это у нас Гордон Дина, а Дина еще и эксклюзивненькая, вот. А вернее Валин Дина. Вот такие у них анимации атаки. В принципе, у Гордона, мне кажется, что слегка лучше. Хотя, тут смотря с какой стороны смотреть. Ну, вроде и у Дина-то неплохо, да? И у Гордона. Но, учитывая, что Гордон не эксклюзивный, то у Гордона, естественно, лучше все это дело смотрится, чем у Дины. И вот этот сияющего Гордона вы сможете уже к лету, я думаю, что за 100 слитков себе в коллекцию купить. А Валентина уже вы не получите, если вот в этом сезоне вы абонементы не купили. Но у вас еще есть несколько часов, чуть меньше суток, чтобы все это сделать. Если у вас еще есть какое-либо желание купить абонемент. Ну, скажу сразу, стили зайдут очень-очень даже не всем. Из-за чего? Из-за того, что стили, ну, скажем, такие специфические. То есть, ну, на них надо очень так смотреть. Вот, то есть, аж прямо все детальненько рассматривать. Если вы не любите ли вы так любоваться стилями, то я вам вообще не советую брать сезонный абонемент. Вы, конечно, можете, ну, ради, так там, других наград, хранилищ, да, взять все это дело. Но именно ради стили я вам тогда не советую. Анимация победы, в принципе, у Гордона классная, но тут мне кажется, что у Дина лучше. Чуть-чуть, но у Дина лучше. Ну, и теперь я играю на обычных уровнях. Ну, это опять странные команды жуков сейчас будут. Ну, желтого, к сожалению, нет, но то есть красный, и ставлю я Гордона. Вряд ли я, конечно, это пройду, да, но суть в том, чтобы я сыграл с Гордоном. Ну, вот это бьющееся сердце у Гордона выглядит, конечно, четко, но нет измененного звукового эффекта. Кстати, какой у Дины, что все-таки не очень хорошо. О, фиолетовый. Вот так, возьму. О, синий. Синий собрался. О, еще фиолетовая мина. А кто же все-таки лучше, Гордон или Дина? Вопрос тоже очень интересный. И тут все снова зависит, с какой стороны смотреть. Если вот кому-то из людей больше нравится играть Гордоном, он, конечно же, скажет Гордон. Если Дина, естественно, скажет Дина. А если вот именно по анимациям, да? Ну, все же, наверное, вот сейчас, когда я уже на стиле глянул и полностью их оценил, то скажу вам, что Дина все-таки с перевесиком малюсеньким, но выигрывает. Из-за чего? Из-за того, что Гордон, он довольно классный, но он не эксклюзивный. И как бы те, кто абонемент не купил, да, то в дальнейшем Гордона, естественно, вот купят, да, а Дину нет. И получается, что как бы Дина хоть анимации некоторые, некоторые, не все, у нее слабее. Но за счет вот своей эксклюзивности, но она все же выиграет. Хоть для Дины стиль отнюдь не самый лучший. Ну, да, он не самый лучший, но один из лучших. О, мина упала. Так, что теперь сделаем? А может, кстати, и пройду и... Ну, лишь бы как... Лишь бы все вот так хорошо... О, мне еще ног выкинет. Ну, тогда уже я должен 100% выиграть. Так. Зелененький. Ух ты ж. А для Гордона, сияющий Гордон... Эээ, вот если честно, не знаю. Ну, как бы тоже, вроде как, крутой стиль, но... Уж точно не самый лучший, я вам это скажу. Ну, и, наверное, не один из лучших. Есть стиль лучше у Гордона также. Но так как он не эксклюзивный, то, в принципе, неплохой. Так, мина не упадет. А вот сейчас упадет. Ну, я надеюсь, да? Да, упала. Четыре пчелы, я думаю. Да, это сделано. Вот слизня. Еще, конечно, кин сюда выкинет. Так. Ну. О. Шо, мина? На блин не совместишь бомбу. Как тут лучше сделать? Я, наверное, вот так. Вот так сделаю. И бомбой убиваю. Гордона вообще, конечно, реже играю. Хоть нету двойной горизонтальной бомбы у красных. Но использую чаще либо же Кармен, либо же... Эпических жуков. А вот, кстати, акция. Если вам очень там нужны кубики, то можете, конечно, взять. Но так не советую. Я, я, хоть мне и нужны кубики, все равно не беру. Ну вот, мне остался уже последний этаж. До конца. А, о, слизень. Давай желтый цвет, желтый цвет. Отлично, желтый есть. Ставим. А, и красный есть. Тут вообще супер. Дина и... Вот. Два ли червя? Нет. Вот так. Дот и Лаполеон. Странная какая-то команда. Уж даже слишком странная. Ну ладно уж. Ну вот, у Дины анимация классная. А, и учитывая, кстати, еще, что это стили. Ко дню святого... Валентина. От таких в игре... Скажем, меньшинство. То это вообще классно. Оба стиля черткие. Ну, в принципе, абонемент вы можете взять, если вы там, вот, например, любите стиль. И вот... Один всех влюбленных, да? Особенно эксклюзивненький еще. Ну, опять-таки, если вы стилями... Ну, если вам стиль вот чисто нужен для коллекции, то как-то не особо это выгодно. Да, он у вас будет и будет, но типа, что вам это дает? Если вы ни разу не играли со стилем... Ну, этот стиль бесполезен. То есть вы могли его и не выигрывать. Он для вас не имеет вообще никакой ценности. О, желтый. Отлично. О, бомба выпала. Давайте мы, знаете, как сделаем. А мы вот так сделаем. Я чувствую, что слизни не убьются. За 9-то ходов это маловероятно. Так еще и такие мощные. И я, конечно, видел более мощных слизней, да, но... Но эти все равно в меру-то такие мощные. Этого, возможно, убью, если мне еще вот выкинет дот, да? А может и этого даже не убью. Так, дин-один-один-ово... Так, ну я думаю, что тут мы ее оставим. А смотрите, и без дот умер, да? Да, и без дот умер. И дот, кстати, снова женского рода. Не он, это не дот. Ну вот так же, как и Ким. Да. А смотрите, выиграл. Ничего себе. С такими странными жуками, и притом с двумя странными, еще не победить. Ну это вообще... О, две тины. Одна там, на этом... На табле с сезонами, а вторая тут. Видимо, сегодня мой счастливый день. Еще так же идет турнир с компасами. Вы можете в него, естественно, играть, и можете там кубиков выиграть, но я как-то не особо стараюсь. И притом он на одни сутки. Завтра он уже кончится. К сожалению, мне тут нужно вставить опять Дину и Гордона. И это... Очень грустно. Из-за того, что я опять тут выставил Бэма и Майлзо, ну я бы чисто вообще выиграл без каких-либо проблем, да? И Сплендит я бы, наверное, поставил. А может, и так выиграл. А вот с такой командой это, конечно, очень тяжело. Учитывая, что тут, конечно, лучше еще или вертикальные бомбы, или в виде плюса бомбы, или, возможно, даже икс-бомбы. Но точно не горизонтальные. И тем более, ну, двойные. Так. О, отлично. Гордон купится очень быстро. Дина, мне кажется, на пару блоков дольше. Еще вот эти черненькие тут ползунки. Ну вы что, издеваетесь? Их что тут три штуки? Да нет. Шутка, блин, какая-то, я думаю, этот уровень. Ну, они надо мной издеваются. Вот серьезно. О, выпал. Фух, много я хотя бы взял. Так, все. Тебя уже не существует. К сожалению, мне нужно тут Гордона взрывать. Он и так там или один взорвется. Нет смысла его тут оставлять. Ру выбрасывает. Выбросила чуть-чуть криво, но ничего страшного. Вот синенький. Ног, я надеюсь, еще раз мне выбросит. Было бы круто. О, жива. Так, а тот освободится, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это неприятный момент сейчас будет. Или он не... А, он не попал. Ой, боль. Еще более неприятный момент. Вот вообще сейчас. Какой-то совсем неприятный. Ах, как все грустно. Ну, мне нужно вот так делать. Здесь нет никакого другого выхода. Если бы где не попали блоки, это было бы, конечно, очень круто. А где не блоки не упали? Здесь я сделаю комбу. Мне надо еще, блин, синяя. Синяя вряд ли будет. Уже вторая бомба один. Ну, что за... Только, пожалуйста, ну нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, хоть так, хоть так. Каким-то боком я тут раскрутился. О, что его надо выбросить? Так вообще круто. Что делаем? Что делаем? Или сюда ударить. Или под цветку. Я так ударю из-за того, что Руи так там очистит вон те клетки. А цветок-то его сбивать нужно еще несколько раз. И давайте красным. Ой, ну да. Именно красным. Это сделано. Осталось сколько? 14 фиолетовых. Ммм, так. Вот именно сюда. Еще два будет. Так, останется пять. Да? А, не, осталось четыре. Так, и что же? Опять выигранный уровень. Ну, это какой-то хит. С такими жуками еще и выигрывать. Еще, чтобы оставались ходы. Ну, тут-то вот остались как бы эти бонусные. Но все равно. Еще с первого раза выигрывать, да? Ну, это прикол какой-то. Что ж, еще раз я сейчас сыграю. Кстати, вступайте в мои группы на фейсбуке и в телеграме. Мы там с вами общаемся. Я вам скидываю ссылки на новенькие свои видео. Рассказываю все новости. Отвечаю на ваши вопросы. Ссылочки я оставлю в закрепленном комментарии. И последний уровень. Вообще, вообще тут сложно. Вот если я его выиграю... Ой. Если я это выставил Тантрума, то это будет вообще... Тут еще и слизни мощные. Ну, это прикол. Снова, кстати, вот те же жуки. Я, конечно, мог бы там дот выставить, да? Или эйба. Но эйба это... Это вообще бы было очень сложно. Дот тоже. Ну, без ходов. Знаете-то как играть. О, ай, блин. Не снялся один блок. Здесь нужно, чтобы ру упала в центр. И как-то взрывалась. Но тут-то прикол в том, что тут лимоны-то не все на поле. И это очень уровень сложный. О, ру отсюда скинула, но... Она, скорее всего, улетит вниз. Да? Это было близко. И прикол в том, что еще динамиты изменяют цвет. Но тут очень даже неплохо упали лимоны. Один вообще выпал ровненько. И второй так же. О. И, надумаю, тут можно взорвать. А, ну лимоны дальше падут. А бывают уровни, где, вы знаете, ру и... Ну, вот, например, руль взрывается, или ру выбрасывает. И потом мы... Вот, например, в следующий год нет лимонов. И это так... И это так сложно выигрывается. Гордон, ну, как бы, взрывается. Но самое главное, что и тут лимон взялся, и там лимон. То есть осталось два лимона. Лимоны оказались еще... Еще легче, чем слизни. Мне еще надо убить троих слизней. Ног, надеюсь... Ног может еще кинуть. Гордон, кстати, уже рядом. Так. Ру нужна именно в центр. Все. Она, кстати, все равно чуть-чуть скатится, скорее всего. А, нет, или не... А, нет, здесь не скатится. Здесь не скатится. Что ж, взрывай. Если вместо нога был червь, у меня бы было минус 3 хода сейчас, да? У меня бы было минус 4 хода. А хотя я так выигрываю, что мне. Зато бы было, скорее всего, на слизня меньше. Ну, не факт. Знаете, здесь, если вот червь неудачно выкинет на полумертвого там слизня, да? Все. От него вся польза исчезает. Еще одна, Дина. Прям массовая артиллерия. Ну, я так сделаю и взорву, зиму. О, еще и кубик выиграл. Ну, это просто видео достойно вашего лайка и комментария. Я просто все выигрываю сходу, с вес вообще проигрышей. Вот таки, вот таки, вот с жуками. Вы наверняка решили, что из-за двух эпических мне легче. Ну, возможно, чуть-чуть легче. Но вы вот сами выставьте, там, не знаю, Гордона, Дину. Или вот даже если у вас есть эпические жуки, вот так выставьте. И вот что-нибудь выиграйте. А попробуйте вот что-нибудь сделать. Я понимаю, что у меня не было, например, уровня, где нужно там желтый или красный делать. Это было, скорее всего, нереально, да? Но все равно, вот так вот нелегко выигрывать непонятно какими жуками. Но я стараюсь именно для вас. Естественно, двойка выпала даже не тройка, не четверка и не пятерка. И не к тому же шестерка. Если вам зашло это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И включайте колокольчики, чтобы не пропускать еще много новых интересных видео на моем канале. Ну, а с вами был Рязанов Матвей. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok